В последнее время участились жалобы горожан на увеличение цен на ряд продуктов, в частности, мяса и овощи. Отмечаются жалобы на рост цен, соответственно, с чем связаны, если это парк. Кроме цен, комиссию во главе с председателем правительства региона интересовало наличие продукции местных производителей на прилавках. Оказалось, что 33% мясной продукции и 55% молочной произведены в Ульяновской области. Тогда как хлебобулочный ассортимент представлен на городских прилавках почти в стопроцентном объеме. Более детальный разговор о ценах и наличии товаров в димитровградских магазинах говорили на заседании штаба по продовольственной безопасности. В администрации города к комиссии присоединились и представители общественности. Средние цифры, представленные чиновниками в отчете о ценах, общественников не устроили. А я считаю бесконтрольно. Кто-то может дешевле продавать, а кто-то просто поднимает цены бесконтрольно. Вот всего лишь на всего. Сыр, не окупить, это необходимый продукт для детей, уйдет в школу и для взрослого человека. На заседание было принято решение возобновить работу по заключению соглашений между производителями товаров и торговыми точками о сдерживании роста цен на социально значимые и сезонные товары. Александр Смекалин также поручил решить вопрос информированности населения о социальных акциях, которые проводят торговые сети. Сделать единый сайт, на котором будет выложен, соответственно, цен. Вот в конкретный момент, в конкретное время, да, цена на такую-то продукцию, такая-то цена. И человек может иметь, будет возможность, скажем, выбрать и понять, куда он пойдет, где он это купит. Соответствующее распоряжение разработки сайта было дано Министерству сельского хозяйства региона. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время. Субтитры создавал DimaTorzok